Материал, который актуален для применения в банях, для применения в качестве утепления, для применения в качестве экранирующих различных типов материалов. Нам было очень интересно узнать, что такой тип материала очень эффективен для теплоотражающей поверхности, например, в частном доме, в деревянном строении, под батарею. То есть есть холодная стена, есть источник отопления, батарея, и вот между батареей и источником стены ставится вот такой материал. Таким образом, тепло не уходит в стену, а отражается и до 50-60% тепла сохраняется. То есть это максимально эффективное средство применения, максимально эффективное и комфортное, удобное. И самое главное, недорогое – использование тепла и, собственно, своих средств. Только потому, что мы за это платим. Я сделаю здесь паузу и, наверное, с большим сожалению вспомню о тех наших потребителей, которые были обмануты. Которые были обмануты на экономии, которые были обмануты на приобретении дешевых материалов на срубах, на профилированных зданиях, где использовался утеплитель меньшей плотности, например. Что происходит сейчас? Спустя сезон, спустя цикл, такие посетители приходят и пытаются каким-то образом сберечь тепло и повысить энергоэффективность своих строений. Мы в таких случаях отмечаем, ну как же так? Мы же вам говорили использовать, например, тысячную плотность вместо пятисотой. Надо было прислушаться к рекомендациям специалистов и не нести дополнительные затраты. К сожалению, такие посетители и такие примеры тоже бывают. Обратите внимание, что это, в принципе, один из наших подходов. За что не доплатишь, то не доносишь. Еще один пример достаточно интересный. Шумоизоляционная особенность. Переходим к еще одной теме. Шумоизоляция и звукоизоляция. Я думаю, что, несмотря на то, что маленький такой вот приемничек, но вы прекрасно слышите, как он достаточно серьезно кричит. Что происходит при помещении этого источника звука? Внутрь строения, условного строения, с нетканными материалами, холофайберстрой, шумоизоляция. Закрываем крышечку. Это ваш дом, уютный, тихий. Я думаю, что нет ни одного человека в зале, который бы сейчас слышал, что там происходит. Или, по крайней мере, кого бы это напрягало. Даже звуковая аппаратура, которую я прислонил, как вы видели, вплотную, никак не влияет на поток звука. Если у кого-то будут еще вопросы по этой теме, пожалуйста, подходите, мы с вами поэкспериментируем. Это вопрос не только шумоизоляции, это, в принципе, вопрос виброизоляции. Существует звуковая волна, которую наши материалы поглощают. Наши материалы поглощают это за счет пружинистой структуры. За счет того, что холофайбер состоит из огромного-огромного количества микропружин, которые демпфируют любую волну. Волну динамическую, а звук это фактически и есть, звуковая волна, это же тоже динамика. Демпфируют звуковую волну. А также различные типы других механических воздействий. Например, одним из интересных вопросов, который прозвучал на данной выставке, но уже, правда, отработанных за многие годы, был вопрос о лагах. То есть, что будет происходить, если, например, между лагами полу, при утеплении пола, положить наш нетканный материал? Нужно ли дополнительно оборачивать лаги? Мы рекомендуем в таких случаях делать враспорку наши материалы и таким образом демпфировать волну. Конечно, пол будет не абсолютно бесшумным, но для бытовых условий, я думаю, что он вполне и полностью вас удовлетворит. Что касается уникальных шумоизолирующих свойств, некоторые из них описаны в наших брошюрах и в наших книгах, но я хотел бы обратить внимание на то, что наши материалы на протяжении многих лет применяются в акустической технике, в акустике, в акустической аппаратуре high-end. В России существует уникальный эксперт по акустике Александр Янбеляевский. Я переадресовываю практически все специализированные вопросы на его адрес, потому что он может обосновать, показать какие-то технические характеристики уникального характера. И еще раз скажу, что он создает русский Sony, условно говоря, извините за использование другого товарного знака. Он использует наши материалы в звуковой аппаратуре high-end на протяжении уже многих лет и добивается потрясающего результата. Он не знает другого материала, при помощи которого можно было бы добиться такого уникального звичания, полета и демпфирования звука. В интернете вы можете посмотреть Александр Янбеляевский. Буквально несколько слов об эффективности нашего материала. Еще раз обращаю ваше внимание, что я пользуюсь данной презентацией нашим лендингом, нашим сайтом, который в открытом доступе. Если будут возникать вопросы, вы более или менее конкретно можете посмотреть сейчас на сайте, зайти в интернет и пометить именно те пункты, по которым возникают вопросы. Я постараюсь ответить на них. Эффективность нашего утеплителя – один из самых частых вопросов. Насколько он эффективен? Это теплее минваты или нетеплее? Это теплее пенопласта или нетеплее? Эффективность нашего утеплителя является одной из самых высоких. Это 0,32-0,35, то есть до 0,04 Вт. Считается, что эффективным утеплителем в целом в принципе считается утеплитель, лямбда которого составляет 0,04 Вт. В данном случае холофайбер полностью этому соответствует. Гигроскопичность, накопление конденсата, влагопоглощение и сорбция менее 1% по всем тем пунктам, которые я заявил. В данном случае это испытано не только на строительном рынке, это испытано на рынке текстильных изделий и на рынке мебельных изделий, а также на рынке продукции для детей и новорожденных от 0 до 3 лет. Акустический коэффициент звукопоглощения от 0,2… Представляете диапазон какой, да? От 0,2 до 0,98 Гц. Экологическая и гигиеническая безопасность. Это первый класс безопасности. Обратите внимание, что практически на каждом нашем продукте есть… Вот здесь, наверное, это будет особенно видно для вас. Есть такая ромашечка. Это знак абсолютного доверия к текстилю. Ежегодно наш продукт тестируется в европейских лабораториях, и мы получаем подтверждение безопасности, а также рекомендации по усовершенствованию продукта. Не каждая компания может себе это позволить, согласен, да и не каждая компания хочет это делать. Мы абсолютно уверены в безопасности, гипоаллергенности нашего материала, и именно поэтому каждый год наши материалы отправляются на, замечу, добровольную сертификацию в различные лаборатории, ну, в том числе в лабораторию Хохенштайн в Германии, где вы также можете получить дополнительную информацию, независимую о свойствах нашего материала, если для кого-то это будет интересным. Наш материал не распространяет грибок и плесен, не влияет на органы дыхания, кожу и общее самочувствие. Обратите внимание, что практически все утеплители, которые сегодня популярны и представлены на рынке, в обязательном порядке дают рекомендации, а иногда и категорический запрет на применение и работу с утеплителем без средств защиты. Например, без средств защиты органов дыхания, без перчаток или без защиты тела. Хочу заметить, что наш материал в этом отношении совершенно безопасен. Еще раз скажу, что материал не влияет на органы дыхания, кожу, общее самочувствие. Негативно, разумеется, не влияет. Можно ли использовать материал вторично? Один из частых вопросов, которые нам задают. Да, конечно же, можно. В рекомендациях, которые вы можете получить на нашем стенде, и которые тоже были представлены, наверное, их уже успели разобрать, некоторые рекомендации господина Граника говорят о том, что вторичные материалы... Да, вот они, прошу прощения. Вот в этих рекомендациях на последней полосе есть очень интересная информация о том, как использовать материал вторично. Кровля была установлена с ошибкой. Ее пришлось переделать. Стропилы, к сожалению, получили деформацию. И при вскрытии крыши с 2007 года, если я не ошибаюсь, с 2007 года объект этот применялся и эксплуатировался, кровля была вскрыта, стропилы, к сожалению, пришли в негодность, а наш материал остался белым, чистым, пушистым. И, конечно же, этот материал был вторично использован. Я думаю, что для многих станет удивлением, но в качестве вторичного использования или в качестве использования остатков материалов строительных, ну, например, остался рулон, но не рассчитали где-то, да? Или где-то решили там подзапастись. Вот остался такой рулон. Такие материалы используются в качестве лежаков, в качестве матрасов, используются в качестве уникальных хранилищ для яблок, для лука, для различных таких дачных достижений, которые, в принципе, все мы любим, из-за чего, наверное, заводим дачу в том числе. То есть прекрасно хранятся различные овощи и фрукты, различный питательный материал, банки и так далее, и так далее. То есть они не разрываются. Это уникальное совершенно криодемфирующее свойство. При использовании определенных типов материалов отмечается совершенно фантастический эффект. И даже при минусовых температур банки, которые обернуты в наш материал, не разрываются. Это достаточно интересное явление, которое, может быть, требует дополнительного какого-то исследования, испытания. В интернете есть открытая информация на эту тему. Криодемфер холофайбер, вы можете посмотреть. Очень интересные идеи. Я думаю, что это один из будущих шагов в целом и в науке, в использовании таких полимерных композитных материалов. Кстати, пользуясь случаем, скажу, что мы не останавливаемся в своем развитии, так скажем, и в исследованиях, испытаниях нашего материала. И в настоящее время мы работаем над интереснейшей просто темой. Это композитные материалы. Это скорлупы для газопроводов, трубопроводов. Это уникальные разработки, которые позволяют заливать наши материалы композитами, полимерами, ну, условно говоря, видами пластика высокотехнологичного, очень прочного, ударопрочного, который не будет ломаться, который не будет гнить, который даже с течением времени не будет приходить в негодность. Это уникальная совершенно тема. Вы можете посмотреть в интернете. Я тоже рекомендую, отсылаю. Композитные материалы. Занимается группа ученых под руководством профессора, доктора наук, господина Трещалина. Некоторые виды, кстати говоря, новых композитных материалов, следующих прорывных технологий будут представлены на выставке «Технический текстиль», который состоится в феврале в экспоцентре. Пользуясь случаем, я вас приглашаю. И вообще, я думаю, что здесь аудитория собралась достаточно пытливая. Вы ищете материалы лучшие, вы ищете материалы наиболее интересные, вы ищете материалы доступные, вы ищете материалы практичные. И, конечно же, я думаю, что другие выставки и другие направления с нашим участием были бы вам тоже интересны. Мебельная выставка состоится в понедельник в экспоцентре. Там мы будем представлять мебельные материалы, матрасные материалы. Должен заметить, что вот такой материал, ведь только меньше плотностью, это готовый детский матрас. С 2007 года, именно тогда мы получили все закрывающие документации, в 2007 году первая компания продала миллион матрасов детских вместо поролона и вместо опасного достаточно кокоса. Миллион детских матрасов. Представляете, сколько сейчас их продано? Эта тема очень популярна. А что требуется для производства и создания такого матраса? Не только детского, но и, например, дачного матраса или дачного лежака или дастархана. Требуется только ткань верха. Именно поэтому, когда вы приобретаете строительные материалы, обязательно это учитывайте. Вы можете приобрести не только строительные материалы, вы можете приобрести материалы для комфортного сна, отдыха на даче, гипоаллергенные материалы и такие же, примерно, материалы, которые используются в различных типах медицинских изделий. Наши материалы недорогие, предосхищаю вопрос и понимаю, что времени у нас остается очень мало. Наши материалы недорогие. Наверное, вы сейчас удивитесь, но квадратный метр нашего материала стоит от 50 рублей. Куб нашего материала стоит от 2600 рублей. Куб строительного материала. Это средняя ценовая категория. Это не самый дешевый материал, но есть материалы стоимостью и 4500, и 4700. Наш материал при наборе таких свойств и качеств, мне кажется, продается очень и очень недорого. Хотя у всех, конечно, свои взгляды на этот счет. Я считаю, что материал, который, в отличие от минваты, например, можно потрогать, пощупать, у каждого будет возможность провести этот тест, вы можете поместить руку и почувствовать удивительное тепло, удивительную мягкость, удивительный комфорт, который дарят наши материалы. Вот примерно так же вы будете чувствовать себя в доме с утеплителями и шумоизоляцией «Холофайберстрой». Наши материалы мы рекомендуем совершенно смело. Наши материалы проверены. И я думаю, что виды использования материала вас не разочаруют. Отдельно замечу, что мы рекомендуем материалы для детских комнат, мы рекомендуем материалы дополнительно для утепления балконов, лоджий, для шумоизоляции лифтов, для демпфирования от соседей шумных, потому что это очень, в общем-то, актуальная тема. И самое главное, что данный материал является творческим, еще раз скажу, и креативным. Я в начале презентации отметил это. У каждого есть возможность использовать материал так, как он хочет. Вы можете прислушаться к нашим рекомендациям, а можете, используя наш материал как пластичный такой элемент, применить его по своему усмотрению. Если вы что-то откроете, поделитесь с нами. Если это будет очень эффективно, мы порекомендуем это другим людям. Пусть они тоже пользуются вашими находками, вашими идеями и вашим позитивом в этом отношении. Итак, у нас остается буквально несколько минут. Я вижу, что есть несколько вопросов. Я готов на них ответить. Пожалуйста, поднимайте руки, чтобы я видел. И я либо громко спрашиваете, да, либо я буду каким-то образом подходить и передавать микрофон. Есть ли какие-то вопросы? Что такое холофайберстрой? Чем отличается холофайберстрой от минваты? Пожалуйста. Да, я услышал вопрос. Спасибо. Да, да, да. Я повторю вопрос. Необходимо ли применять гидроизоляцию и пароизоляцию в наших материалах? Нужно или нет? Мы считаем, что применение пароизоляции обусловлено общей конструкцией строения. Мы переносим общую технологию применения дополнительных слоев с текстильного рынка. Очень часто спрашивают, а в вашем утеплителе не будет холодно при минус 20? И мы не можем ответить на этот вопрос, потому что мы задаем следующий вопрос. А какие другие материалы будут использованы в куртке, например? Что будет сверху и что будет снизу? Какая будет подкладка и какая будет ткань верха? Потому что именно это напрямую влияет в целом на пакет так называемый, если мы говорим одежде, об одежде, или на количество слоев, если мы говорим об утеплителе строительном. В данном случае, если это деревянное строение, которое используется в условиях повышенной влажности, если наш материал используется в качестве наружного утепления, то мы, конечно же, рекомендуем использовать дополнительные слои. Более того, скажу, наша позиция отражена в том, что одно из наших производств, которое расположено в Московской области, ориентировано на производство так называемых дуплированных материалов в том числе. То есть второй слой пароизоляции, гидроизоляции, отражающий слой, мембрана и тогда ткань, любая фактически, любой вид ткани – это то, к чему, в принципе, так или иначе будут приходить производители. Поэтому, да, мы рекомендуем рассматривать применение различных пароизоляционных пленок, мембран гидроизоляции, но, опять же, в зависимости от применения и от других типов материалов. Я думаю, что вы прекрасно видите, что во всех практических случаях нашего применения мы в обязательном порядке указываем, где конкретно будет применяться материал. Снаружи, видите, да, межстеновой утеплитель. Подкровельный материал здесь без мембраны просто не обойтись. Внешнее утепление в обязательном порядке, конечно же. Межвенцовый утеплитель применением мембран необходимости не вызывает. Материалов много. Различные типы материалов, поэтому, пожалуйста, консультируйтесь также и с производителями, и разработчиками мембран. Есть ли для сауны вопрос? Прозвучал сейчас. Да, конечно. У нас есть целая линейка материалов, которые активно на протяжении многих лет применяются для утепления бань и саун. Наш материал является термически устойчивым материалом. Отвечу на ваш вопрос примером. Данная визитная карточка произведена термическим способом. Она произведена при температуре свыше 135 градусов, о чем есть соответствующий сертификат. Не каждый материал выдержит такую температуру. Наш материал не только выдержал, но и прекрасно выдерживает изображение, которое мы перенесли. Поэтому для сауны мы, конечно же, рекомендуем применять наш материал, соблюдая все прочие меры безопасности. То есть его не нужно оставлять в открытом виде, в близости от печи. Конечно же, его нужно помещать внутрь конструкции. И тогда наш материал будет вам служить долго. И вы будете получать, конечно же, удовольствие от использования сауны, построенной, может быть, даже своими руками. Кстати, материал очень легкий и очень удобен для индивидуального использования и для работы в индивидуальных таких вот видах применения. Самостоятельное утепление, например. Есть еще один вопрос. Вы нам показали, что это покупка с горелкой, с сигаретой. Хотелось бы узнать, а вот какие вещества при плавлении? Это вопрос на засыпку, я считаю. Что это, наверное, будет из категории тех вопросов, которые сегодня, наверное, будут претендовать на получение нашей награды. Итак, что выделяется, вопрос прозвучал. Вопрос прозвучал. Что выделяется при том, когда наш материал сгорает? Обратите внимание, наш материал легкий. В составе этого материала полиэфирное волокно различных типов и воздух. То есть там больше воздуха. Он очень легкий. Там больше воздуха. Что выделяется при горении и при воздействии на наш материал? Причем не только при горении, например, при кипячении. Мы проводили такие испытания при помощи наших научных сотрудников и при помощи организаций, сертифицированных лабораторий и, в частности, НПП «Звезда». НПП «Звезда» — это бывший ящик. Именно там был создан первый скафандр для Леонова, кстати говоря, для выхода в открытый космос в том числе. Там создаются катапульты, там создаются различные типы спальных мест. Кстати, должен заметить, что наш материал, не без гордости об этом сообщаю, наш материал применяется в настоящее время на МКС. На протяжении нескольких лет НПП «Звезда» отбирала материалы для применения на МКС для космонавтов. И выбрали именно наш материал. Так вот, что же они делали с нашим материалом? Они его поджигали, они его парили, они его кипятили, они подвергали воздействию нашего материала различными чистящими средствами, перхлороэтиленом и так далее, и так далее. К какому выводу они пришли? Что выделяется при этом, а от чего не выделяется? Я позволю себе процитировать, потому что те формулировки, которые указаны в данном буклете, в данной брошюре, достаточно сложны с точки зрения лексики. Фенолформальдегидные смолы, 1,4, бутандиол, этилен, ацетат, дегид, ацетон, бензальдегид. Это те наиболее опасные, насколько я понимаю, вещества для человека, для дыхания, которые должны выделяться, должны в кавычках, да, при горении, воспламенении тех или иных материалов. Какой был сделан вывод после испытания по всем этим критериям и по всем этим характеристикам? Цитирую. Абсолютная безвредность, безопасность. Это абсолютно безвредный и безопасный материал с точки зрения выделения. Я думаю, что после презентации вы сможете подойти, попытаться поджечь этот материал, и мы попробуем, ну, по крайней мере, пользуясь нашими рецепторами, уловить запахи. Я думаю, что особенных запахов мы не обнаружим. Материал является безопасным. Хотя должен заметить, что при горении, например, при воспламенении строения, выделяется ряд других веществ от других материалов. И вот это уже при соединении данных веществ, вероятно, может быть опасным. Поэтому в любом случае нужно соблюдать все меры предосторожности и использовать те материалы, которые рекомендуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопрос в целом, я немножко расширю, если вы позволите. Прозвучал вопрос следующим образом. Как крепить такие материалы? Таким образом, либо таким. И вообще, как крепится наш материал? Наш материал, учитывая то, что он очень легкий, крепится практически всеми доступными способами. Кто-то использует клей, клеевые соединения. Для нас это не совсем близкая такая идеология, потому что мы считаем, что любой клей добавит вредности, что ли, общей конструкции. Со временем клеевое соединение может разрушаться под воздействием температуры или влажностных средств. Наш материал можно прикреплять гвоздиками, мухоморами в народе они называются, или грибок. Строители и прорабы называют это анкерными креплениями. Также есть промышленный степлер. Есть бытовой степлер, который совершенно спокойно берет межвенцовый утеплитель плотностью до 600 граммов. А есть промышленный степлер, который пробивает вот такого вот плана материалы с достаточно высокой плотностью. Поэтому крепить его можно совершенно разными способами. Что касается использования различных слоев, то в данном случае, я еще раз повторюсь, необходимо учитывать особенности общего строения и использования других материалов. Точно так же, как в одежде. То есть тепло, как в одежде. Дома тепло, как в одежде. Вот в данном случае тепло, как в рукавичке. Я думаю, что у каждого будет возможность подойти, просто прикоснуться к теплу. И самое главное, для меня, по крайней мере, это было очень интересным и важным, то, что рука не отпотевает. В других видах материала, во-первых, с минватой вы это просто не сделаете, это просто опасно. Здесь у нас категорическое такое, не повторять с минватой. Но рука не отпотевает. То есть нет такого эффекта потливости, что ли, неприятного такого эффекта. Вот точно так же будете дышать вы, чисто в своем доме. Вот точно так же будет дышать ваш дом. Он будет служить вам надежно, верой и правдой на протяжении многих и многих лет. Еще вопросы, пожалуйста. У нас буквально несколько минут остается. Хотя, если нас не выгонят, что же мы будем здесь? А где можно купить детский матрасик? Детский матрасик, где можно купить? Где можно купить? Спасибо вам за вопрос. Да, в принципе, это, наверное, самый главный вопрос, когда мы пришли на выставку. Наверное, что мы продаем что-то, не только же производим. Значит, можно купить в Москве. По ценам производителя мы торгуем с недавнего времени в экспоцентре Мадекс. Открыта бренд-секция. Здесь вы можете взять визиточки, предварительно позвонить, договориться о месте, возможности, цене согласовать, документации и так далее. Экспо-центр Мадекс. Улица Рябиновая, дом 41, если я не ошибаюсь. Экспо-центр Мадекс. Если вы корпоративный заказчик, милости просим к нам. Если вам лень ехать на Рябиновую улицу, если вы находитесь в Москве, вы можете воспользоваться сетью Велтекс. У них есть несколько магазинов, в том числе одна из крупных точек на улице Амурская. И там вы можете посмотреть и ознакомиться, наверное, с максимальным спектром наших материалов. Это швейный гипермаркет, и там вы можете приобрести наши материалы. Должен заметить, что там наши материалы стоят чуть-чуть дороже. Поэтому соизмеряйте свои желания и возможности. Как в той песне, это одно из первых мер предосторожности. Поэтому, если вам необходимо приобрести дистанционно, вы можете сделать заказ через наш сайт. И буквально через какое-то время, удобное для вас,